Девушки отдыхают Какого черта? Пункт назначения другой Внимание, первый, они поменяли маршрут Да, да, встречаем Они здесь, стволы с собой Зачем? А, понял, сейчас, я мигом Все ровно? У меня всегда все ровно А у вас? А? Давай шустрее Принимай Ты серьезно? Лук? Знаешь, как запах сбивает Все пучком Разгружайте Давай, живи, живи, живи Надеюсь, пересчитывать не надо? Есть люди, которые не кидают Граф как раз такой Ну, хорошо Передача состоялась Работает СОБР Всем лицом на землю Бросите оружие Всем лицом на землю Прекратить огонь Руки на затылок Я полковник Сарматов Замначальник уголовного розыска Питерский главк Мы проводим операцию Которую вы, черти Только что запороли Еще раз спрашиваю Кто Старший? Я повторяю Оружие на землю Руки на затылок Лицом в землю Это решеное Сто процентов Сейчас мы их быстренько положим И все будет Хорошо Кто Старший? Я Старший ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Я генерал-майор Расторгой Мы с вами знакомы, полковник И вы отлично знаете, кто я Прикажите своим людям Сложить оружие С собой есть Давай Я не хочу бойни Пускай тяжелые оттянутся Мы тоже сложим оружие Только под ваше честное слово Бойни не будет Не стрелять Бросайте оружие Не надо усложнять ситуацию Я первый Ты вторым темпом За мной Граната Вперед, вперед Пожалуйста Помоги мне уйти Ты в нагладе не останешься Подумай, а Это же хорошие бабки Хорошо Поедем через лес Ты думал, я вчера родился? А? Нас приняли! Значит, есть крыса И вряд ли она Среди тех, которых положили А? Сарматов! Тихо, тихо Тихо Молчи Все будет хорошо Смотри на меня Смотри на меня Смотри на меня Тавара Таварет Таварет Все в порядке? Одним бандосом больше Одним меньше Все. Это был не бандос. Это был наш сотрудник. И вся эта операция, вот все это, только благодаря ему. Товарищ генерал, а зачем тогда Сарматову он пытался помочь уйти? Видимо, надеялся, что Сарматов приведет его к заказчику. Решил рискнуть и проиграл. Сарматов. Черт. Константин Львович, вы где пропадаете? Губернатор приехал. Виталий Федорович вас ждет. Да-да, сейчас иду. Ждем, ждем. Слушай, алло, у нас накрыли всю партию. А мент? Мент никому ничего не скажет, он не знает ничего, дело в другом. Мы потеряли очень много денег и целый канал, потому что эти покупатели к нам больше не обратятся. Плевать, скоро ни у кого не останется выбора. Сами придут и сами будут просить. Ведь ты это знаешь. А деньги-то нам нужны сейчас, чтобы завершить начатое на объекте. Но придется подсуетиться. Варианты есть? Константин Львович. Здравствуйте. Виталий Федорович, позвольте представить. Константин Львович Рожков. Глава имитет групп. Господин губернатор, рад наконец познакомиться. Тот самый человек, благодаря которому наш проект наконец-то состоится. Взаимно. Прошу прощения за опоздание. Ну что поделаешь, срочный селекторный с Москвой. А вы могли бы начать и без меня? Ну что вы, как можно? Мы же все знаем, что в первую очередь это ваш проект. Разрешите начать? Начинайте. Спасибо. Дамы и господа, я прошу вашего внимания. Давайте. Именно так в скором времени будет выглядеть аэропорт города Лапенска. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С вами было тоже очень приятно. А, еще здесь. Мишенька, ну что, поехали? Ну, давайте. Куда едем, Юрий Борисович? В городе останетесь или домой? В Лапинск? Если в Лапинск, ты ж в Питер под утро вернешься. Твоя жена тебя прибьет. Или меня. Да нет, вас она не тронет. После того, как вы ей помогли открыть два салона в Лапинске, вы у нее на особом счету. Ну тогда домой. В Лапинск. У нас все было очень четко продумано. План операции вы утверждали лично. Вот он. Но наркоторговцы оказались хитрее. Соблюдая все правила конспирации, они заранее позаботились о том, чтобы ни у кого из присутствующих не было мобильных телефонов. Нашему сотруднику чудом удалось спрятать телефон и вовремя связаться с нами. Все пошло не по плану. Не по плану. Убито четыре сотрудника питерского управления и наш оперативник. Убито четыре преступника, один из которых Сарматов сам был под веществами и не смог трезво оценить обстановку. Получилось, как получилось. Но главное достигнуто. Канал поставок наркотиков перекрыт. И чей это был канал? Мы рассчитывали, что как раз через Сарматова мы можем выйти на того, кто ему платил. Но учитывая обстоятельства, все, что знал погибший Щукин, это кличка поставщика. Граф Самарский. Так его между собой называли получатели груза. Самарский. Груз шел из Питера. При чем тут Самара? Сарматов поддерживал связь с отправителем груза через приватный мессенджер. Аккаунты защищены сквозным шифрованием, без возможности подключить сим-карту. Отследить вторую сторону невозможно. То есть о поставщике товара мы ничего не знаем. Пока не знаем. А должны знать. Приветствую. Привет. Голодный? Давай сразу к делу. У меня еще сегодня встреча. В банке. В общем так. Графу для завершения наших дел нужны еще деньги. Кость, ты знаешь, я вложил все, что у меня было. Ну, значит, надо что-то придумать. Нет, это не наш ответ. Ну, может, обратимся к авторитетам? Нет. Через них вся инфа сливается, как через решето. И если мы не хотим, чтобы у нас были проблемы с ментами, а мы этого очень не хотим, то это не наш выход. К тому же, авторитетом будет скоро не до этого. Совсем не до этого. В смысле? Да не важно. Кирилл, изыщи возможность. Граф долгу не останется. Сколько? Пять процентов. От всего будущего оборота. Ну, если поцветишься, то ты автоматом в совете директоров. Вот это уже интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот решил вас порадовать. Горячий шоколад попробуйте. Хорошо выглядите. Как вы, Александр Борисович? Как я. А хочешь поменяемся? Тогда узнаешь. Юр, а ты действительно уверен, что это может меня порадовать вот этим дешевым пойлом? Ну, не такой уж это и дешевый пойл. Ну, Александр Борисович, у нас все готово. Нам было непросто, но мы все-таки нашли оптимальный вариант. Тюремный врач? Нет, система работает иначе. Тюремный врач ничего не решает. Решение принимает специальные коллеги независимых гражданских врачей в городе. Как я могу это осуществить? А как у вас здесь с библиотекой? С 1 июля в России подорожают услуги ЖКХ. По информации Минстроя тарифы не поднимутся выше установленных предельных индексов. Извинения тарифов на коммунальные услуги в среднем составят 4%. Речь идет об оплате за горячую, холодную воду, отопление, водоотведение и электроснабжение. И к другим новостям. Сегодня в Москве торжественно простились с майором полиции Игорем Щукиным. Напомним, старший оперуполномоченный полиции трагически погиб в ходе проведения полицейской спецоперации. История, достойная боевикам. Официально для всех Щукин был с позором уволен из полиции. Но это было лишь прикрытие. На самом деле, все это время полицейский продолжал нести службу. Почтить память о герое приехал лично министр внутренних дел Новожилов. О каждых похоронах одни и те же слова. Я, конечно, понимаю, что некоторые фразы сказать необходимо, но на 20-й раз уже как-то коробить начинает. Тяжелые ноши министра. Мне сейчас не до шуток. Целый заместитель начальника питерского угрозыска сопровождал 300 килограммов. К тому же сам был под кайфом. Да теперь там полуправления надо разгонять. Вместе с его начальником. Начальника УУР сменить хочешь? Не хочу, обязан. У тебя есть кто на примете? Сергей, я еще три года назад говорил. И еще раз повторяю. На место начальника управления уголовного розыска самая лучшая кандидатура Андрей Некрасов. Думаешь, я не наводил справки? Перевелся он в другой регион. Я так понимаю, других кандидатов у тебя нет. Да, Новожилов. Хорошо. Буду через полчаса. Комитет Госдумы, пожалуй. Сразу три депутата. И что им на своей маховой не сидится? Ну, ты едешь? Ты тут одними пельменями не питайся. Заказывай себе лучше что-нибудь. И супчики не забудь. Ты мне борща наварила на неделю вперед. Ну, какие тут супчики-то? Угу. О, ну все. Такси приехала. Ага. Так, в поезд сядешь? Позвони. Угу. Ну, давай я тебя хоть до такси провожу. Я сама. Отдыхай. Давай. Люблю. Люблю. Алло, Вань. Ну, че? Моя уехала? Ну, какие у нас планы? Да ты че? Вить, ты здесь? Есть у меня одна кандидатура на Питер. Слушаю. Ты в министрах уже два года. Даже два с небольшим. Когда я перебрался с тобой в Москву, у нас был уговор. Я поработаю два-три года и вернусь в Питер. Вспомнил все-таки. А у меня память хорошая, Сергей Сергеевич. К тому же и момент сейчас подходящий. Кресло заместителя УРС сейчас вакантно. Может, получится неплохая команда. Это в том случае, если ты найдешь себе хорошего зала. У тебя ж там остались свои люди. Да и квартира питерская есть. Да. А как же? Не знаю. А как же сын? Мы с ним не общаемся. Последний раз я его год назад видел. Когда Лена в палеотивном отделении лежала. После ее смерти он как-то стал отдаляться. Я даже не знаю, где он и что с ним сейчас. А квартиру я на сына переписал. Из чувства вины, что ли, перед ним. Да и перед ними обоими. А что касается Питера. Вот прикипел я к нему. К тому же ты и сам все знаешь. Ну, с жильем мы решим. Значит, бросаешь меня все-таки. Я свою часть уговора выполнил, Сергей Сергеевич. Пора и тебе выполнить свою. А знаешь, учитывая непростую обстановку, которая сейчас сложилась в Петербурге, наверняка было бы логично, если на должность начальника ВУР пришлют советника министра. твердо решил. Ну, че, как твоя-то? Послушай, она мне, она мне, понимаешь, говорит, у меня сегодня, у меня сегодня голова болит. Ха-ха-ха! Понимаешь, голова! Ей даже лень было что-нибудь придумать. Ну, а ты че? Ну, а я и говорю, у меня в отделении есть медсестра, Света, бандинка. Вот у нее вообще никогда не болит голова. Ха-ха-ха! Ты бы видел, ты бы видел, как ее перекосило. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вань, пойду еще пиртаном скажу. Ха-ха-ха! Миш, сделаешь два пива? Скучаете? Подружка не смогла прийти. Может, я на что сгожусь? Ну, вместо подружки. М-м-м, и на что уже? Ну, как вам сказать? Ха-ха-ха! Да... Оп! Проходим! Ха-ха-ха! Вот, 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 вот. Ну, вот, мы и пришли. Оп! Чувствую себя, как дома. Оп! Ну, что, в душ, а? Или, может, сначала накатим? У меня в холодильнике весь кар есть. Будешь? Не откажусь. Все, за мной. Оп! 18-летний, как и ты. Хе-хе! Спасибо за комплимент. Котик, давай за тобой поухаживаю. А ты лучше включи что-нибудь для настроения. Все, понял. Сейчас сделаем королеву. Оп! Хе-хе-хе-хе-хе. Открыг đến. Ха-хе-�! Королева, потанцуем? Потанцуем. И не только. Красавец. Принимай работу. Слушай, давай ты мне сначала заплатишь, а потом уже делаете, что хотите. Меня эти ваши извращения не касаются. Ну, то скажешь тоже. Боюсь, что касаются. Вас же только завтра ждали. Я сегодня хотел машину помыть, пропылесосить. Товарищ генерал, вы извините, если пыльно. Переживу. Товарищ генерал, только мне адрес не дали. Вас куда везти? Может, в гостиницу? Сначала в управление, потом разберемся. Красиво у нас, да? Вы в Питере раньше бывали? Проездом. Это точно здесь? Да точно, точно. Видишь, тачка стоит. А лучше тачки не нашлось. Что за ведро? Не бойся. Чем не приметнее, тем лучше. Вас в спецухе что, этому не учили? Внешний вид пусть не пугает. Тачку прокачали как следует. Кишки все новое, движок усиленный. Для работы самое то. А на место мы как попадем? Двор же закрыт, там шлагбаум. Брелок в бардачке. Инструменты. Стволы в багажнике, чистые, пристрелянные. После дела избавьтесь от них. Еще по срокам, когда надо. Объект может сменить адрес в любой момент. Поэтому вчера. Еще вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уф. 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 Хммммм... Лучше б не просыпался, да? Майор Харитонов, уголовный розыск. Это чтобы ты еще не решил какую-нибудь жесть устроить. Как? Как вы сюда попали? Я не убивал. Ты серьезно не понимаешь? Соседи услышали шум. Участковый пришел, обнаружил труп. А рядом ты весь в крови. За что девочку убил, скотина? Я не убивал! Рот закрой! Скоро придет группа следователей, криминалистов, оформлять труп. А тебя в изолятор. Ну и сам понимаешь, суд – это обзона. Или... Или что? Вот, товарищ генерал, проходите. Вот, так сказать, прошу любить и... В смысле, добро пожаловать. Вы, товарищ генерал, простите. Это я от волнения. Товарищ генерал. Добрый день, Виктор Сергеевич. Пифанов. Егор Матвеевич, начальник управления. Здравия желаю. Вот узнал, что вы уже здесь и решил сам заглянуть. А ведь мы с вами знакомы. Вы помните меня? Три года назад я Петроградское УМВД возглавлял. Конечно, помню. Отлично. Значит, работаем все. Как вы добрались? Нормально. Не понял. Во что, не заселили? Мищенко? Виноват, товарищ генерал. Товарища генерала сегодня не ждали с этой суматохой. Товарищ майор, у вас не так много обязанностей. Могли бы все заранее подготовить. Егор Матвеевич, я до вечера сегодня буду. Осмотрюсь, поговорю с ребятами. Если часам к семи, к восьми с адресом определитесь, мне это вполне устроит. Мищенко, что вы стоите? Выполняйте. Есть. Ну что, давай легендироваться. Виктор Сергеевич, можно с вами говорить откровенно? Надеюсь, так оно и будет. Я человек из команды губернатора. Это благодаря ему я занял свое кресло. Виталий Федорович очень о вас лестно отзывался. Говорил, что вы пару раз ему очень помогли. Виталий Федорович преувеличивает. Я достаточно опытный руководитель, но из-за этого скандала в нашем главке я очень подвел губернатора. Мне бы не хотелось снова его подводить. Вы меня понимаете? Поэтому, пожалуйста, без того, что было раньше. Я навел о вас справки. Сейчас в городе спокойно, Виктор Сергеевич. Пусть так и будет. А на чистку рядов после вашего предшественника и его зама Сарматова даю вам полный карбланш. Жду вас завтра у себя с докладом. Я вас услышал, Игор Матвеевич. И хотя для меня главное не покой губернатора, а все-таки безопасность граждан, я тоже надеюсь, что мы сработаемся. Ранее принадлежавший Министерству обороны военный аэродром Лапинский официально перешел в собственность Петербурга, хотя имеет областное расположение. Напомним, аэродром уже много лет не используется. Теперь объект ждет масштабная реставрация. С завтрашнего дня в Петербурге новый главный сыщик. Приказом Министерства внутренних дел генерал-майор полиции Виктор Расторгуев назначен на должность начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ничего себе. Что? В последние два года Расторгуев занимал должность советника министра МВД по особым поручениям. Это про нового генерала? Знакомый? Ветер преимущественно северо-восточный. 2,7 метра в секунду. Погоди, а это не тот самый Расторгуев, который взрыв в городе предотвратил? Он самый. Я прощаюсь с вами. До завтра. Так, Миша, у меня сейчас совещание подписания, так что занят будут часов до девяти. Ну, а ты, я не знаю, там пока перекуси что-нибудь, машину помой. Понял вас. Добрый день. Сколько можно тянуть кота за хвост? Товарищ подполковник. Что, товарищ подполковник? Где Зарубин с Благовым? Почему я до сих пор не вижу раскрываемости за квартал? Войдете, когда попросят. Товарищ подполковник. Товарищ генерал, извините, я не знал, что вы в городе. Вас только завтра ждали. Мне сегодня об этом целый день говорят. Вы, ну вы начальник убойного? Так точно. Артем Хомутов. Извините, товарищ генерал. Да. Нарошка отзвонилась, а не на адресе. Выезжаю. Виктор Сергеевич, желаете ознакомиться с личным составом? Нет, все завтра. Сегодня я здесь неофициально. Вы куда-то торопитесь? Так точно. Разрешите идти? Идите. Ну, здравствуй, Юра. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. С возвращением. Идите. Интересно. Очень интересно. Некрасов теперь в Краснодаре. Зам. начальника краевого управления. Хомутов вот вместо него. Он руководитель толковый. Правда, без чувства юмора. Как говорится от слова, совсем. А что бывший начальник УР? А он только своими делами занимался. С узким кругом приближенных. С Сарматовым в первую очередь. Так что все отделы были предоставлены сами себе. Там, где мужики нормальные, там работа идет. А где нет, ну, сами понимаете. У Буйна работает хорошо. Но в этом не Хомутова заслуга, а не Красова скорее. Все-таки он костяк создал. Так что… А Бобом сейчас Малакин руководит. Помните его? Он еще при Коплевиче в главк перевелся. Угу. Ну, хоть что-то. Ну, а в городе как обстановка? Тише да гладь. Бизнес акробата под себя подмял кочевник. А после отъезда Тихомирова и его часть бизнеса, кстати, тоже. Так что кочевник сейчас в дамках. А сам-то как? Как твои дела? Как жена? Да никак. Мы развелись мы, в конце концов. Не захотела в Питер возвращаться. Да и кому я нужен с такой работой ни выходных, ни проходных? А как вы? А у меня, Юр, такая же работа, как и у тебя. Только ты о ней лучше меня сейчас сказал. Что слышно про графа? Кого? Понятно ничего. Займись ему. Пробей его по всем сводкам и донесениям. Будет сделано, Виктор Сергеевич. А если не секрет, вы к нам надолго? Надеюсь, навсегда. Если все будет, если все пойдет, хорошо. А не так, как обычно вы хотели сказать? Ну, как-то так. Ну, как-то так. Смола. Я вообще не знаю, что с ней делать. Может, генератор, а? Да давай эвакуатор закажем и покончим с этим делом уже. Дологовая. Дологовая. Декларацию о доходах подавали? Здрасте, Матвей Семенович. Секунду. Матвей Семенович, а вы жигули видели во дворе? И что с ними не так? Да левые чуваки какие-то. Я их раньше не видел здесь никогда. Они уже несколько часов изображают, что машину ремонтируют. Ну, может, реально ремонтируют? А может, у кого-то измена? Арсена точно так же грабанули. Несколько дней прикидывались алкашами, а потом, когда он вышел, в тачку его запихнули и на бабки колоть стали. Ух! Ух! Звук! Ух! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто-нибудь сюда? Человеку плохо! Помогите! Помогите! Человеку плохо! Разойдись! Добрый день. Лейтенант Буданов. Чей автомобиль? Ну мой, а что? Документы будьте добры. А что такое, командир? У нас тачка просто не заводится. Документы предъявите. У него свол! Стоять на месте! ВЫСТРЕЛ 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 Я их заблокировал! Нужно скорое подкрепление! Понял? Управление подкрепление! Ждите! Придется! Куба, Валик, чего? Чего стоишь? Куба! На дорогу, лейтенант! Товарищ генерал, вот ключи от служебной квартиры. Только там убраться не успели. Виноват. Накладочка вышла. Что-то у вас слишком много накладочек, Мищенко. Вам не кажется, виноват, товарищ генерал? Тяжелый уже на подходе. ФСБшники скоро подтянутся. Отлично. Зарубин уже выехал. Юр, что случилось? ЧП, Виктор Сергеевич. Нападение на ППС. Есть раненые. Где? Здорово. Здорово. Ты как? Отлично. А это кто такой? Тихо ты. Доложите по форме. Виноват, товарищ генерал. Докладываю. Преступников было двое вот с этой машины. Устроили перестрелку снарядным ППС. Двоих подстрелили. Водил успел выскочить со двора и перекрыть им движение. Наши прочесали двор, стрелков так не обнаружили. Либо убежали, либо прячутся где-нибудь по подъездам. СОБР сейчас прочесывает все парадные одну за другой. Крыши, чердаки, подвалы. Доклад закончил. Ну, вряд ли они сбежали. Времени бы не хватило. А что сотрудники? Двоих экстренно только что на скорую увезли. Все в крови хрипят, ничего сказать не могут. Шоп, наверное. Так, следы волочения. Кого они могли тащить и куда? Может, это наши одного из злодеев подстрелили? Тогда, где раненый, далеко он не мог уйти. Машину осмотрели? Пока нет. Открывай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это кто? И почему они без одежды это? Они. Наши. Тогда кого вы в скорой в больнице увезли? Хомутова ко мне, срочно! Есть. То есть, как, Юрий Борисович? Ну, вот так. Больше ты здесь работать не можешь. Пиши заявление по собственному. А что случилось? Я вас подвел или что? Миша, ничего личного. Мне сложно тебе все объяснить. Просто поверь. Так надо. И с какого дня? Две недели отработать? Нет, ты свободен прямо сейчас. Прямо сегодня. Угу. По поводу расчета не волнуйся. Получишь все как обычно. Пятого в бухгалтерии. Вот так. Да, Женя, привет. Стоять, полиция! Тихо, тихо, полиция! Чисто! Все, спокойно. Свои. Тихо, тихо. Давай. Все, все, все закончилось. Тихо. Оп! Слава Богу, что это вы, Господи. Ну, что же такое? Первый раз со мной такое. Никогда такого не было. Все, выходим. Как хорошо, что мы приехали. Покойно. Успокойтесь. Все уже позади. Все хорошо. Смотрите на меня. Смотрите на меня! Преступники были ранены? Нет. Эти гады просто кровью измазались. Мы-то думали, что у них талиицы болевые, а они как только мы за двора выехали, а они за оружие схватились. Все уже позади. Успокойтесь. Возьмите ее. Виктор Сергеевич, стволов и рации нет, конечно, но вот что я нашел. Это ваше? Нет. Наверное, у них выпало, когда форуму снимали. Это были киллеры. Вот их цель. Теперь осталось узнать, кто он. Да. Анализы совсем плохие. Пациент осужден на длительный срок, но с таким диагнозом… А вы что думаете, Сергей Иванович? Срок заключения нас с вами вообще волновать не должен. У пациента ишемическая болезнь сердца с недостаточностью кровообращения третьей степени. По сути, человек с таким заболеванием находится на грани жизни и смерти. И диагноз этот есть в списке заболеваний, несовместимых с содержанием в местах лишения свободы. Это закон. И мы с вами обязаны его соблюдать. Правильно? Да. Так и есть. Ну, значит, решено. Юра, и сам туда не лезь. Они уже двоих наших положили, мне третьего не надо. Пусть тяжелые работают, понял? Товарищ генерал, личности преступников установили. Мобилы пробили и засекли. Оба на точке. Опера выехали на захват. И кто они? Да никто. Несудимые, но с опытом. Спецназ? Как догадались? Слишком ловко из кольца ушли. У обычных бандитов в такой ситуации ступор будет. А эти сообразили. Или от природы шибко одаренные. Или специально обученные. Чаще бывает второе. Угу. Здесь останешься. Те двое полдня тут торчали. Подозрительные типы. Ну, я ребята попросил проверить, мало ли что. Чисто. Все наркоту в унитаз слил? Да какую наркоту? Вы че? Я этим не занимаюсь. Да если б даже и занимался. Че, дурак, что ли, дома хранить? Ладно, ближе к делу. Кто это? Не знаю. Первый раз вижу. Это твой клиент? Поставщик? Убийцы остановились у подъезда напротив. Ты наверняка знаешь, кто там живет. Я по глазам вижу, что знаешь. Кто? Говори. Звонарь. Звонарь? Тот самый? Кто это? Про кочевника слышали, Виктор Сергеевич? Так вот, звонарь – это его человек. И говорят, правая рука. Я почему рядом с ним и поселился? Ни у кого духу не хватит рядом с таким соседом меня тронуть. Да. Да. Понял. Что там у ребят? Киллером удалось скрыться. Дочка пустая. Да чтоб тебя. Я вызову оперов, они дождутся звонаря и допросят как следует. Мы с вами и так всю ночь на ногах. Спасибо, что помогли, Виктор Сергеевич. Да не за что. Опа! На ловца и зверь бежит. Ждите. Генерал, расторгуйся. Мне нужен звонарь. Это они! Полиция! Руки, чтоб я видел! Назад! Молодец, вовремя среагировал. Хомутов, называй группу. Хомутов. Спасибо. Кажется, вы только что спасли меня жизнь. Вы хотели поговорить? Не с вами. С кочевником. Ждите здесь. Давно не виделись. А я б тебя еще столько же не видел. Зачем звал? На звонаря готовилось покушение. И насколько я понимаю, приказ был убрать его любой ценой. Иначе бы они не вернулись. А я тут при чем? Его решили убрать, потому что он затеял свою игру? Или наоборот? Потому что он работает на вас? Если второй, то удар был по вам. Кому-то вы очень здорово мешаете. Я не прав? Список врагов составлять с бумаги не хватит. Звонарь жив? Только потому, что наши сотрудники заплатили за это своими жизнями. Говори. Чего тебе в Москве-то не сиделось? Генерал. К звонарю пришли какие-то дятлы. Просили сливать информацию про меня. Он отказался. Дальше сам знаешь. Кто? А я слышал, что ты на коне. Друг министра и все такое. Но ты меня своими шнырями не путай. Я тебе все объяснил, поясни. Дальше как-нибудь сам. Кто такой граф? Его еще называют граф Самарский. Кто он? Хотел бы я знать. Очень хотел бы. Ладно, бывай. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда теперь, товарищ генерал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Домой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, Санкт-Петербург. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА